Ну давайте с этого, российские солдаты Ну я не чеченку, но все равно я имею российское государство Нет, послушайте, российские солдаты насиловали чеченок Вы должны ни в коем разе, давайте я вас перезапущу и вы скажете, я чеченка И с этого начнем, потому что вы сейчас просто упали лицом в грязь Что это такое? Я запускаю чеченку, насиловали ваших матерей, вы говорите, я Россия То есть они мало что не изнасиловали вас, да? Вы еще пришли и как бы сказали, у меня претензий нет Какая изнасилованная женщина будет говорить, что претензий нет, скажите мне Все изнасилованные женщины хотят своего насильника убить Ну это, они об этом, они спят и думают, как они выкалывают глаза своим насильникам Вы чеченка, вы гордая женщина, вы пришли и сказали, что я претензий к россиянам не имею Я вас возьму в эфир только, если вы скажете, что я чеченка, меня зовут Эмма Не, она просто забыла про 40 тысяч убытых детей Попробуем еще раз, давайте Вы же не даете досказать У вас одна секунда сказать Я сказала, претензий к вам нету Представьтесь, я чеченка, меня зовут Эмма Я чеченка, меня зовут Амина, а не Эмма, потому что я здесь так Вот, просто меня просто чуть-чуть задело из-за того, что вы сказали, как бы россиян Просто я изначально... У вас нет ничего общего с Россией Еще раз, Амина, я повторяю Вы чеченка Вас с Россией ебать не должна Она вас оккупировала И вы хотите, чтобы она сдохла Эмина, вы хотите, чтобы Россия сдохла Да, мы два раза пытались из России выйти, но нам это не... Ну так и скажите же, сдохни, Россия сдохни, Москва сдохни, Ленинград сдохни, все сдохнете Я-то и скажу, и всегда говорю об этом, но она как-то не спешит Она сдохнет, она, боженька, все слышит Скажите, а по-чеченски вы можете... Вы чеченка, вы чеченский знаете? Конечно Поговорите со мной Ну что, спаси, худящего Ну, расскажите, что вы будете сегодня делать Ну, на данный момент... Нет, по-чеченски Ну, завтра Завтра Нет, ну так неинтересно, потому что меня не понимают здесь многие Просто я хочу сказать... Почитайте до десяти До десяти дочитайте по-чеченски Круто А у вас родственники есть в России? Конечно, у меня в России очень много родственников Откуда они взялись? Откуда они взялись? В каком году? Потому что сюда В каком году у вас появились родственники в Чечне? Вы приехали в Чечню? Или Чечня приехала в Россию? Ну, мы как бы... Мы в Чечне жили Все время мы жили в Чечне Вот У нас... Мы пытались, да Отсоединиться от России Но нас всегда убивали Нас мало Мы до конца боролись Но это... Расскажите, что вы слышали от своих родственников? Что это было? Расскажите, как это все происходило Ну, что я буду рассказывать? У меня был дядя Он умер на войне У меня все родственники умерли на войне У меня даже никого не осталось Вот из... А вы знаете, что россияне называют вашего дядю бандитом и террористом? Он был террористом? Не только они Даже бывали и украинцы называли нас, типа, бандитом Вы... А он был бандитом? Или он был защитником своей родины? Он защищал свою, как бы сказать, свою нацию Свою честь Своих людей Свой народ Пытались защищать Вот К сожалению, у нас... Почему Россия не отпускает вас? Ну, наверное, нужна Потому что если нас отпустить, то и... То другие тоже им... Ну, попытаются... Ну, они же говорят, что... Они же говорят, что ЛНР должно иметь свободу ЛНР значит свободу, а вам нет? Ну, не знаю Я не хочу ничего сказать Ну, вы аргументируете, как вы думаете? Ну, Россия говорит, что вам нельзя, потому что другие захотят А ЛНР можно, и ДНР можно И при Дневстровье можно, Абхазии можно, Осетии можно Смотрите, всем можно, кроме вас Почему так? Может, мы нужны, чтобы вот на Уфу-Вой Вот так вот отправлять, да? Потому что другим можно, а своим нельзя Вот о чем речь Другим можно Другим распадайтесь как можно больше А я свою не отдам Вот как она говорит А вы хотите их проклясть? У вас же серьезные проклятия Всегда проклинаю Я всегда против войны Я проклинаю всех, кто убивает людей Всех Даже он мой родственник Я его проклинаю Я всегда говорю Проклинаю всех Потому что я против войны Я до сих пор, я живу в Канаде Я до сих пор от шороха прыгаю Потому что я все мое детство прошла под варь Где? В Канаде? В Канаде сказали? Канада? Да, на момент я в Канаде, да Я уехала в Канаде живу Вау А Кадырова проклинаете? Ну У меня там родственники не хочу ничего говорить новость кадыров тоже под путина сидит но на 7 русский тоже уже как-то не очень но на всех я все отдала в руки особо не особо детей вас погибло в чечне у нас каждый день умирает молодых людей каждый день очень много пацанов умирать потому что это не значит что наши пацаны хотят воевать они вынуждены просто все все я говорю сколько вас погибло детей в чеченской войне девяносто первым а почему а почему вы не можете сказать скажите почему вы не знаете цифра которая гуляет по интернету 40 тысяч детей это правда очень много а вы вы замужем вы замужем у вас муж чеченец или русский чеченец нет за русского за русского вы вышли замуж нет и потому что я против кого-либо мне своя рубашка ближе я я про нации ничего не говорю у каждой нации есть свои просто я не знаю почему но вот россия всегда с кем-то воюет не знаю после того как россия пришла убивать вас во-прежнему не 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 можете до конца я не могу всех людей всех людей так из каждой области россии из каждой области россии вот представьте себе карту из каждого пальчика выдавили мужчин из каждого нету ни одной чистой страницы ни одной чистой травинки из которой бы не ушел хотя бы один житель этого населенного пункта убивать вас нету чистой россии по отношению к чечне как и нет чистой россии по отношению украине вы можете проклинать всех если кто-то не хочет прострелить себе ногу вы же не можете убивать свою сестру потому что кто-то вас заставляет если мы даже если даже кто-то и даже из россии выйдет скажет мы не хотим войны их же никто не слушает их наоборот там забирают сажаю ну то есть вы хотите сказать что я могу понять что я пойду убью свою сестру лишь бы не сесть в тюрьму у вас есть сестра ему вы своему своему же разрешите убить сестру либо сесть в тюрьму конечно нет зачем вы даете выбор и когда вы понимаете что когда касается вас никто в вашу семью убивать нельзя хорошо я вас выслушал вашу 80 процентов я вас слышу 20 процентов категорически не понимаю